Европа в дыму забастовок. Сразу в нескольких странах протестуют рабочие. В Британии и Бельгии людей не устраивает зарплата, а во Франции повышение пенсионного возраста. В итоге остановились производства и сразу несколько видов транспорта. Чтобы прогнать недовольных с улиц, полиция применила слезоточивый газ. Кто победит в битве властей и профсоюзов, расскажет наш международный обозреватель Анара Сюмбаева. Это уже вторая массовая забастовка за месяц. На улицы городов вышли более миллиона человек. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом, но упорства французам не занимать. Они требуют не повышать пенсионный возраст с 62 до 64 лет. По их собственному признанию, им тяжело работать. Люди, которые думают за нас, не понимают, что делают, потому что у них нет утомительной работы. Они не истощены, и именно поэтому они хотят заставить нас продолжать вкалывать. Но власти стоят на своем. Эммануэль Макрон неоднократно повторял, что жителям Франции надо больше работать. Даже сделал это частью предвыборной программы. Иначе пенсионный фонд не сможет содержать растущее число пенсионеров. Лидеры профсоюзов же считают, правительству пора услышать голоса простых рабочих. Они становятся все громче. Мы знаем, как тяжело работать в стекстильной промышленности, в пищевой и сельскохозяйственной отраслях, в больницах. Те, кто просит трудиться на два года дольше, плохо знают реалии в этих сферах. Рабочие находятся на пределе своих возможностей, и условия труда ухудшаются. Чем больше ощущается нехватка персонала, тем хуже обстоит дело на местах. Забастовку объявили семь крупных профсоюзов страны. Из-за этого не работает около половины учителей начальных школ и детских садов. Примерно 75% рабочих НПЗ из сферы энергетики. Не ходит и общественный транспорт. Автобусы, поезда и трамваи выходят на линию с серьезными перебоями. Мой поезд отменили. Я вышел из дома на час раньше. Заранее заказал такси, так как на общественный транспорт больше нельзя надеяться. Все было бы в порядке, если бы поезд не отменили в последнюю минуту. Пример французов оказался заразительным. В соседней Великобритании намечается крупнейшая забастовка с 2011 года. На улицы собираются выйти около полумиллиона учителей, госслужащих, сотрудников погранслужб и машинистов поездов. Люди намерены добиться повышения заработной платы. Власти Франции ясно дали понять. Вопрос обсуждению не подлежит. Что касается граждан Пятой Республики, то и они уходить с улиц не собираются. Анна Ратимбаева, Астана Таймс